Я бы очень хотела жить в Калининграде, но, зная себя, мне здесь будет очень тесно. Я привыкла часто путешествовать, и Калининград со времен пандемии, с 20-го года, в заперти, как раньше, за границей, в Польшу, они уже выехать не могут. Поэтому они говорят, нам остается путешествовать только по России. Но, мне кажется, не у всех есть такая возможность. Прикольно. Пять. Господи, сколько же вас там? Наверное, это мама с папой, а серенькие – это их детишки. Поедя на остановке, я сразу наткнулась на столовую, называется «Поварешка». Там очень дешево. Я отлично прям покушала на 400 рублей полноценно. И до посещения дома с горгульей у меня еще полтора часа, не знаю, где потусить. Дом с горгульей – уникальный музей, расположенный в доме 1906 года, в бывшей квартире пастора. Под крышей дома находились горгульи. Сейчас оригинальная только одна. Ну что, я в доме с горгульей. Меня пустили пораньше, потому что на улице проливной дождь, я вся мокрая, у меня уже даже через куртку все промокло. Буду сейчас здесь ждать экскурсию. Вообще, я когда сюда шла, я обратила внимание, что в окнах очень много картин, очень красиво это выглядит. Но я не думала, что это тот самый дом, в который я направляюсь, потому что мне казалось, что он дальше. Так я подошла, сфотографирую и смотрю, написано дом с горгульей. Тут есть две горгульи. Одна справа, она новенькая. Одна слева, она старая. Дом чудом не пострадал во время бомбардировок. После окончания Второй мировой войны квартиру переделали в коммуналку. С тех пор сохранились лишь входная дверь и люстра. Хочется сказать, что здесь красиво, как в музее, а потом вспоминаешь, что ты и есть в музее. Кстати, сказали, что здесь вроде еще в подвал нас поведут, и там будут пугать. Надеюсь, я не сильно испугаюсь. У меня появился в Калининграде новый прикол, и я фоткаюсь во все зеркала. Они мне так нравятся. Именно в старинные, в музейные. Меня угостили чаем. И это старинный немецкий сервиз. Обратите внимание на картины. Все они в старинных рамках, которые ищутся и покупаются на аукционах. Но некоторые картины, хоть и выглядят старыми, на самом деле новые. Большинство из них рисовал отец владельцев музея. Он талантливый художник, который рисует и портреты, и натюрморты, и пейзажи. Глобус 19 века на французском языке. Вообще, среди коллекционеров глобуса редкое явление. Их мало кто выкидывал. Поэтому глобус в коллекции – настоящая находка. Вообще не про нас. Про вас, про вас. Смотрите, ну я все записываю. Виноград и бокал вина. У вас день рождения поздней осенью. Дело в том, что эта ассоциация перебродил виноград. Это первая проба молодого вина Бужелета. Так что вы аристократы. Вы не волнуйтесь. Да, видите. Все так просто. Да. Казирогов нету? Нет. Нет, папа. Это была супер-мега-крутая экскурсия. Самая лучшая из всех, на которых я когда-либо была. Во-первых, добрый владелец этого заведения Максим пустил меня туда в 5 часов вечера. Потому что я пришла в 5, чтобы еще при свете поснимать здание, увидеть Гаргулью. И спросила, есть ли экскурсия на 5. Я хотела присоединиться к ней. Он говорит, нет. На 5 я там что-то отменил. На улице был сильный ливень. И он сказал, а что вам мерзнуть на улице? Заходите на чай. Я говорю, с удовольствием. Он меня напоил чаем из немецкого сервиза. Начало 20 века. У меня было время, чтобы все самой посмотреть, познакомиться, пофотографировать. Пофотографироваться. Мы с ним мило пообщались. Он мне рассказал что-то про свой музей. Он с душой и трепетом относился к каждому посетителю. К каждому. Он ходил на улице встречать. У нас прошла экскурсия в супер-мега-крутой домашней обстановке. Вообще, дом-музей с горгулей раньше был салоном антиквара. У Максима есть брат-близнец. Из антикварного салона сделали вот такой вот музей с антикварными вещами. Мне, если честно, было страшно брать в руки некоторые фарфоровые статуэтки. Потому что он говорит, вот это вот, например, фарфор стоит столько-то тысяч долларов. И ты держишь в руках и думаешь, не дай бог, я сейчас эту уроню и случайно разобью. Потом мы спустились в подвал. Там у нас были такие некоторые мистические истории. Ну что, мы спускаемся вниз. Ребят, можно спускаться, я буду готовить. Тут что-то интересное такое. Как атмосферно. Это что, логово ведьмы? Сейчас все расскажу. Побегу. Ребят, здесь немножко бугарного сфера. Как и обещал Максим в конце, экскурсия напоила нас чаем, кофе. Тоже из старого сервиза немецкого. И потом он рассказал историю про то, как они только открылись, и было очень мало посетителей. И они сделали объявление, что все, кто с 1 по 10 января к ним придет, получат букал шампанского. Ну или вина. И пришло очень много народу. И они сказали, мы чуть было не разорились на вине, потому что мы дешевое не покупаем. Поэтому они с братом решили делать вино сами. И он нам сначала показал огромную бутыль, которую они уже поставили на заготовку. И ей было всего 5 дней. Может быть, это даже не вино настойка, я уже не помню. Но мы уговорили дать нам шанс попробовать 5-дневный напиток. Экскурсия набирает обороты. Нас угощает пастырским вином. В рюмочках 19 века мы сейчас будем пить. Спасибо. Так, девушки. Какие красивые рубки. 19 века. Нам сейчас на поле спать. Максим, за экскурсию. Да, спасибо. Да, спасибо. Спасибо огромное. Отзывы не врут, что тут. Да, слушайте. Классно. Максим пообещал, что когда мы в следующий раз будем в Калининграде, мы с удовольствием можем зайти к нему на чай. Он нас угостит бесплатно, потому что мы уже были. Плюс у них устраиваются иногда музыкальные вечера, приглашают музыкантов, скрипачей. Они играют, можно также купить билет, посетить. А еще буквально 4 дня назад здесь была Екатерина Климова. Они снимали фильм по законам военного времени там, в музее «Дом с горгульей». И к 9 мая 24 году выйдет. Так что тоже сможете посмотреть. Я просто сидела в хостеле, допивала свой чай. И собиралась уже подписывать открытки своим друзьям, которые я каждый день обещала им отправлять из моего путешествия. И ко мне подошел иностранец, что-то спросил. Я сначала не поняла, что это мне. Потом еще раз. Потом еще раз. На третий раз я обратила на это внимание. И мы познакомились с Эндресом. Он меня сейчас тоже снимает. Он приехал из Панамы на 3 дня изучить Калининград. Мы в английском очень не сильны. И мы прям с Эндресом смеемся над различными словечками. Конечно же, что делать в первую очередь русский? Учить матом. So, these are the words that my Russian friends are teaching me. They are very nice. Ябат. Сука. Курва. Блэд. А жуэль. Чё такое? Там полная жопа. Полная жопа. Полная жопа. Эндрес называет меня Arctic Girl because I'm в зимнем буховике. А сам он в латиноамериканском виде. И вот он надо мной смеялся-смеялся. А сейчас ему очень холодно. Very cold. Yeah? No. Yeah? No. A little bit. A little bit. Yeah. Не забывайте, приезжая в Калининград, утепляться по максимуму. Иначе вам здесь будет холодно от Балтийских ветров. Балтийский Петро. Я поняла, что я сегодня еще не кушала по-нормальному, потому что в Советске просто было нефти. Пришла в столовую поварешка. Мне ее уже кушано. Очень дешево выходит. И пришлось экстренно купить у меня новый обувь. Я взяла улги, потому что я правда уже не могу ходить в сапогах. Мне хочется просто ходить босиком. А в них очень удобно гостапочку. А мы уже выдвинулись в путь нашей хостеловской тусовочкой. Направляемся на остров Канто. Сегодня у нас органный концерт. Все говорят, что обязательно нужно в Калининграде побывать на органном концерте. Он здесь один в кафедральном соборе имени Канто. Остров Канто вечером тоже очень прекрасен. Все подсвечивается. Мы собрались с нашей большой компанией. Нас шестеро. Сейчас пойдем слушать органную музыку. Зал очень большой, когда особо много народу. Там вот открывают то ли вторую сцену, то ли что-то такое мне сегодня объясняли. И вот он орган. Очень огромный. Один из самых больших органов. Буду представить, сколько здесь труб. И орган украшает ангелы. Еще тут очень красивые витражи на окнах. И вход на концерт начинается за полчаса. Поторопитесь прийти заранее, потому что мест нет. И чем раньше вы зайдете, тем ближе к органу вы сядете. Просто обалдеть. Орган еще и шевелится. Мы в шоке. Эндресу, кстати, не особо зашло. Бого тоже, но в ушах засемел он вышел. Просто кайф. И, кстати, садитесь как можно дальше, чтобы видеть выступающего. Но он там как раз вот по центру сидит. И те, кто сидят близко, его не видят. Сегодня крайняя ночь в хостеле. Но я сюда еще вернусь. Тут есть такая замечательная стена. Где все оставляют свои приветы. И так как мы познакомились в этом хостеле. У нас шесть случайных человек. Мы уже сегодня третий день будем тусить вместе. Мы сфотографировались, напечатали вот такое фото сзади. Каждый из нас написал наше имя и фамилию, откуда мы. И что нас познакомил хостел в суффиксах в Калининграде. И сейчас мы ставим себя здесь на память. Ты видела фотку? Фотка, фотка.